добрый день дорогие друзья меня зовут Вячеслав Касабов я являюсь последние 8 лет генеральным директором горнолыжного комплекса Квань и отеля Айска Ройл Калуга очень приятно с вами со всеми сегодня будет пообщаться рассказать немножечко о нас рассказать о нашем ну наверное это все-таки чудо чудо то что мы сделали пускай небольшое как да но мир и состоит из небольших чудес сделали горнолыжный комплекс в том месте где нет двух основных составляющих горнолыжного комплекса это собственно гор да как вы понимаете для того чтобы кататься на лыжах нужны все-таки на горных да и второй непосредственно составляющей это зимы да зимы снега снежного покрова как хотите так называйте но суть от этого не меняется грандолыжный комплекс Квань расположен на правом берегу Аки в городе Калуга непосредственно черте города по расстоянии порядка 160 километров от славного города герой Москва мы находимся но с небольшой поправочкой практически на юг на юго-запад мы отмерили как бы от Москвы и это уже Калуга здесь находится на лыжный комплекс Квань сами понимаете что погодные условия у нас очень приближены к Москве но если вот быть откровенным где-то в среднем на один градус потеплее чем в среднем столице ну в среднем потому что бывает у нас холоднее иногда в Москве но если мы берем среднюю температуру по больнице у нас чуть теплее чем Москве это чтобы вы поняли погодные условия наши соответственно наложили на те зимы которые столичном регионе удаются или не удаются последние 10-15 лет да да наверное лет там 12-13 у нас как бы аномально теплые зимы что-то случилось с природой что-то случилось с погодой и если все время вспоминаю старую песенку которая была у меня в детстве ну так сказать хитом можно сказать и так в юном месяце апреля старом парке тает снег мы уже давно привыкли что снег тает старом парке не в апреле а в мае в марте марте естественно да в марте о чем я говорю такой май и выпадает снег не в ноябре да снежный покров ложится отдай бог чтобы он лег до нового года соответственно зима у нас из-за такого сезона снежный покров центральной части россии ложится не на 4-5 месяцев как раньше да то есть отдай бог чтобы два месяца январь-февраль пролежал плотный снег соответственно вот эти две проблемы стояли перед нами но у нас было очень большое желание говоря под нами я подразумеваю тех людей которые были до меня но тем не менее мы делаем одно дело с ними горнолыжному комплексу в этом году 12 лет когда я работаю восьмой год здесь но не менее мы делаем одно дело и поэтому я ну наверно могу имея право морально олицетворять себя с ними горнолыжный комплекс квань расположен не совсем на равнине если уж быть точным он расположен на высоком берегу реки до перепад высот естественный перепад высот у нас 55 50 55 метров смотря до какой точки считать это достаточно небольшой перепад и очень часто он встречается в во многих горнолыжных курортах центральной россии именно такой перепад 50 метров многие на этом довольствуются мы понимали что для того чтобы иметь конкурентные преимущества нам надо было что-то делать еще поэтому было принято вот такое достаточно интересное инженерная и в общем-то спортивное и архитектурное решение сделать гостиницу в виде склона поэтому если посмотрите на вот первый слайд который вы видите первый слайд который вы видите сейчас говорят что мне очень плохо слышно на максимум микрофон сделал постараюсь говорить чуть погромче гостиница представляет собой и вписано в природный ландшафт таким образом что первые 120 метров вы едете по крыше гостиницы именно туда же на крышу гостиницы приходит канат кресельная канатная дорога да то есть вы спускаетесь на лыжах или на сноуборде и дальше поднимаетесь на кресле на саму крышу именно туда же приходит поднимается лифт снизу да и вы можете как проживая в гостинице выйти с любого этажа где вы проживаете прямо 10 одевшись в горнолыжную экипировку дайте до лифта подняться наверх на 6 этаж и welcome to рай до снежный рай начинать уже спускаться с нашим горнолыжного склона такая гостиница позволила как увеличить высоту да то есть мы увеличили высоту до 82 метров спуска между это перепад официально между нашим верхним и нижней станции конкретной канатной дороге а это уже гораздо интереснее такие перепады имеют ну наверное не более 10 горнолыжных курортов центральной россии из наверное ну наверное не ошибусь если скажу что порядка там 80 листа их уже они достаточно быстро растут последние десятилетия это стало гораздо интереснее позволило привлечь как туристов так и спортсменов открыть горнолыжную школу здесь калужской области у нас чего у нас не было никогда за всю историю были отдельные представители но горнолыжной школы не было да поэтому наша детская школа орленок открыла горнолыжное подразделение и вот уже почти 10 лет ребята занимаются горными лыжами появились первые результаты как область начал ходить в десятку сильнейших областей которые занимаются горнолыжным спортом и с ноубордингом ребята начали побеждать на всероссийских международных ставках завоевывать какие-то медали места но нельзя сказать что наш комплекс это один спуск один горнолыжный спуск и больше ни сего инфраструктура комплекса достаточно большая комплекс находится на территории порядка 60 гектар и вот если я вот правильно все сделал то на следующем слайде вы можете увидеть схему нашего комплекса пускай так схематично изображенную но тем не менее схему кабуда что мы видим здесь большая парковка порядка 200 автомобилей мы можем смело установить но вот буду откровенном этой парковки 200 автомобилей там конечно не хватает не хватает в пиковые дни загрузки очередь из автомобилей они стоят по обочине дороги который ведет к нам и она длится ну наверное почти на километр от курорта на люди не могут парковать машину и эта проблема кабуда то есть мы думаем как с ней бороться но другой стороны это такая проблема с которой так приятно бороться когда большое количество гостей хочет тебе дальше склоны да на сегодняшний момент каждый год мы практически вводили новые склоны в эксплуатацию сейчас нас порядка 10 склонов так или иначе хотя вот в этом году ну я имею ввиду зима которая была зима 2020 года нам не все удалось ввести но вы помните что мы живем с вами в уникальное время 2020 год не такой как все он очень очень наполнен различными событиями да начиная с пожаров в австралии в январе до самой теплой зимы за наверное всю историю метеонаблюдений центральной россии эта зима была очень не способствовала работе вернолыжного комплекса поэтому мы в этой зимой запускали ну на половину склонов до всего у нас их 10 и вот прошлой зимой они все работали склоны разные самый большой склон это крыша да он начинается с крыши он порядка 400 метров длина трассы и 80 метров перепад высота остальные склоны менее высокие ну как правило от 20-30 метров перепадов на учебных склонов до 50 метров перепадов на таких словах как камчатка старая квань солнечная да еще одна такая небольшая фишка нашего курорта я это понял не сразу у нас все названия они как-то говорящие ну как-то вот прижилось так мы не можем там сказать просто там южный склон северный склон третий склон четвертый склон у нас почему-то простонародье люди всегда дают название даже новый второй учебный склон мы заводили сделали из этого целое мероприятие когда то есть объявили в соцсетях конкурс как бы да то есть на лучшее название склона в прошлом году впервые запустили второй учебный склон назвали его не второй учебный до ракета победил название но главное во многом оправдывает да с ракеты можно стартовать ракета это старт ракета относится колыбели космонавтики а мы находимся в колуги напрямую связано да и раз уж мы заговорили про колыбель космонавтики не могу не отметить нашего тотемного ну я не могу сказать животное нас тотемное существо до наш персонаж тотемный это так называемый квантик мы его придумали пять лет назад такое это многие говорят что лягушка но нет это скорее инопланетянин похоже на лягушку да он зеленый он прилетел к нам из космоса по легенде и не смог улететь от нас от нашей красоты квантик соединил в себе любовь к гордым лыжам и сноуборду любовь к снегу любовь к скорости да потому что он и планетянин так он и планетянин он приехал в клубе космонавтики да ну и зеленый и похожий на лягушку здесь мы поиграли немножко с нашим названием называемся мы квань до квани очень многие спрашивают а что это почему это на том месте где стоит для нужный комплекс исторически располагалась деревня деревня которая называлась квань очень странное название потому что название квани отражает переводится зрения славянского как болотистая местность болота глупо называть болотом высокий берег реки но я так предполагаю что деревня изначально располагалась в низине ближе к реке да это место часто подтапливалась потом со временем шли годы десятилетия столетия дома поднимались все выше и выше и выше и в итоге все дома перебрались на верхушку да она находится на высоком берегу если никакой болотистой местности здесь нету но название исторически осталось что сейчас представляет собой квань помимо помимо склонов это отель на отель в котором 82 комфортабельных номера 74 номера непосредственно в отеле наполняются непосредственно гостиницы и есть еще отдельно стоящие нас бунгалы там 7 номеров и гостевой дом 1 пока 2 сейчас строится надеемся в 2021 году его уже ввести в эксплуатацию ну немножечко коронавирус нарушил наши планы поэтому наверно все таки не к зимнему сезону увидела чуть позже весной после горнолыжного сезона есть ряд ресторанов мы достаточно крупный ресторанный комплекс мы всего имеем возможность у нас три основных банкетные площадки по хорошему их три зимой и три летом да потому что там разные площадки у нас вмещаются есть кафе на склоне которая работает зимой как воля карт системе а летом работает как банкетная площадка и есть летняя веранда которая работает только летом понятно судя по названию летняя она не имеет никакого отопления там легкое остекление остекление чтобы не было чтобы дождь не отсекал и прекрасные виды красные виды кроме этого есть конференц-площадки до 22 конференц-зала один большой человек на 250 и максимум 250 и 2 поменьше человек на 30-40 вот у нас 10 склонов на которых установлен 14 раз говорил уже есть спа-центр да есть спа-центр с бассейном с саунами хамамами зонами отдыха тренажерный зал достаточно большой куда ходят люди не только из гостиницы но и жители города очень часто приходят к нам и просто проводится ежедневные еженедельные занятия в нашем тренажерном зале 10 площадка для мини-гольфа но она действует только в не зимний период но понятно что в гольф играть зимой достаточно сложно для этого надо будет боль в поле как минимум чистить куда то есть а мы снег любим мы его не чистим мы его накапливаем мы на нем катаемся также есть что у нас еще есть прокат прокат горнолыжного оборудования достаточно большой интересный в прокате оборудование представлена компаниями хэд элан сейчас ранее у нас россиниоли саламон был оборудование ну кроме лыжи и горнолыжные ботинки ну кроме этого есть ряд и других известных брендов но в меньших объемах скажем так расстояние от калуги до комплекса ходит ли какой-то транспорт спрашивает от калуги мы находимся в черте города мы не за городом находимся когда на окраине но в общем были черте город и до нас ходят маршрутки городские они ходят каждые пять десять минут без проблем можно сесть и доехать ну практически до входа в комплекс метров 150 вам останется пройти от остановки но это не расстояние для нас стандартные пятиэтажки порядка 100 метров но представьте себе что у нас будет пройти полторы стандартных пятиэтажки или одну треть нашего основного склона если мерить склонами вот если трасса для беговых лыж нет для беговых лыж у нас трассы нету мы изначально планировали такую трассу вести но потом переделали эту трассу под горнолыжную дело в том что вот одна из трасс наших она соединяет одну сторону с учебными склонами с другой стороны где склоны уже для взрослых если мою мышку видно видно мою мышку кто-нибудь отреагируете наверное видно вот здесь у нас учебные склоны когда здесь вот уже склоны для взрослых так называемые синие и красные и вот вот это вот трасса ее назвали транссиб до транссибирской магистрали она вот соединяет на самые длинные но очень лайтовая что ли куда очень легкая и простая потому что при длине почти в километр она имеет перепад всего 60 метров это крайне мало поэтому при плохой погоде я имею липкий снег куда то есть в самом конце если хорошо не разограться придется последний метров 100 уже воспользоваться палками ну либо отцеплять сноуборд в обычной погоды естественно неплохо докатываешься до самого конца весь километр едешь дальше достижения какие у нас достижения чего мы достигли сказать что я попытался собрать посмотреть наши достижения и понял что мы имеем ряд преимуществ до во первых мы несколько раз признавались лучшим горнолыжным отелем россии различными организациями различными это как организации имеющие отношение к горнолыжной индустрии на так и организации имеющие отношение к отельной индустрии да есть какие-то наши локальные победы на областных конкурсах есть все российские победы на всероссийских конкурсах мы этим гордимся да все перечислять не буду потому что ну хвалить себя мы можем бесконечно хотелось бы чуть более конструктивного общения что же мы делаем когда у нас закрыт горнолыжный комплекс у нас есть большое количество предложений до сезон когда нету горнолыжного сезона мы делим наш год на три периода да это летний период зимний период и межсезонье межсезонье у нас очень развит майс туризм майс туризм имея ряд конференц-залов имея ряд банкетных площадок мы можем имея большую достаточно территорию да на которой мы можем проводить тимбилдинги и прочее у нас территории 60 гектар повторю комплекс находится мы можем принимать достаточно большие организации проводить для них тимбилдинги корпоративы можем проводить для них конференции ну и прочее 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 форумы чем мы собственно говоря и занимаемся на чем мы собственно говоря достаточно неплохо зарабатываем если бассейн в комплексе да в комплексе есть бассейн и он не очень большой с одной стороны но достаточно удобный почему удобный потому что удобно читать длина бассейна 12 метров это ровно половинка от обычного 25 метрового бассейна с одной стороны 12 метров это мало конечно на 5 но с другой стороны этого достаточно чтобы поплавать многие приходят и плавают именно не плескаются а плавают по два по три километра достаточно легко отмеряется все я кстати да наш клиент вот наш клиент наши гости очень хотелось бы уточнить и понять кто те люди которые к нам приезжают до изначально квани планировалось и строилась как горнолыжный курорт как место для экстремального экстремальных видов спорта куда все мы делали основной упор на экстрим да но потом поняли что все таки это наверное не наш клиент мы долго искали свое лицо и нашли наш клиент основное это семьи семьи с маленькими детьми где родители еще достаточно молодые крепкий духом где детки еще маленькие и именно под этих семей мы начали строить рекламную кампанию как бы да то есть и привлекать их и это понесло свои очень неплохие экономические результаты мы можем констатировать что именно вот эта вот категория как бы она ну стала нашим спасением зимой зимой вот немножечко я ушел до немножечко я не договорил оба вот вид с основного нашего склона вот 82 метра все они вот чувствуются здесь вот там где-то вдалеке река хоть вот уникальный вид еще река не закрылась на соответственно зима еще не вступила по своей права куда ты сам нас уже снег у нас уже катаются кстати о зиме да что же мы делаем как же мы этот снег получаем ничего нет такого что нет где-то в других местах как бы да то есть это старый избитый используемый всеми принцип но тем не менее у нас он доведен до какого-то уровня какого-то уровня который позволяет нам делать снег на территории комплекса разработана и проведена целая система коммуникаций до каскадным образом установлены насосные станции и насосные станции поднимают воду из реки снизу подают ее к снег генератором если генераторы делают снег что же такое снегогенератор да ну из названия понятно какой-то прибор который генерирует снег мы их называем еще снежными пушками внешне представляется такой достаточно большой цилиндр с вентилятором на конце и с маленькими форсунками до которые распыляют что-то вот которые распыляют снег говоря каким образом они распыляют снег ним небольшая техническое техническое уточнение может быть кому-то очень интересно кто-то болеет этим снег генератор достаточно простой прием прибор в котором стоит генератор который компрессор да который прошу прощения который гонит сжатый воздух этот сжатый воздух смешивается в барабане с водой да и через мелкие форсунки вот эта вот смесь распыляется получается такая водовоздушная взвесь очень очень мелкодисперсные капельки да и дальше нам нужно собственно говоря для того чтобы работать самую малость это минусовая погода минусовая температура на улице при температуре ниже нуля чем нижней температура до определенных пределов тем лучше есть очень большая доля вероятности что этот это вода перейдет в новое агрегатное состояние а именно станет снегом но не том не тем снегом о котором мы которым и которым мы привыкли до снег получаемый при помощи этих генераторов имеет немножечко другую структуру дело в том что снегообразование которое происходит в естественных условиях в облаках да она происходит достаточно большой высоте до кристаллизация или нуклеация переход из одного состояния другое воды водные пары которые на большой высоте существуют падают под действие минусовых температурка куда то есть и кристаллизуется появляется кристаллик льда кристаллик льда он гораздо тяжелее воздуха до тяжелее водного пара он начинает силой сибирного тяготения когда начинает опускаться вниз опускаться вниз и под кристаллизации продолжается на всем пути его опускание и получаются от этого кристаллика отходит так называемые лучики эти процессы мы видим с вами на любом окне когда начинается и не образовываться да вот эти лучики они приводят тому что на землю падают снежинки снежинки или снежные хлопья если снег образование прошло на другой высоте или при другой влажности или других погодных условиях снежинка она мягкая она пушистая ее можно набрать много и сжать когда получится такой снежок вот нашем случае происходит не совсем так снег образование происходит на малых высотах да и мы получаем снег в виде мелких мелких кристалликов снега мелких кристалликов в льда можно сказать даже так вот поэтому снег полученный снег генератора он более плотный до более твердый у него нет вот этих лучиков за которые цепляются друг на друга его сложно сжать но при этом он гораздо лучше переносит перепады плюсовых температур которые встречаются гораздо более отзывчив к погодным явлениям таким популярным последнее время как снега дождь или дожди снег или просто дожди которые идут зимой в январе или феврале лучше это воспринимает да он тоже тает но гораздо более медленно вот вот что такое снег вот как мы его делаем после этого есть специальные большие машины снежные бульдозеры как их называют непрофессионалы ратраки как их называют профессионалы в нашем случае ну не буду называть марки ратрака чтобы получилась реклама но у нас ратраки тоже есть три машины очень дорогая техника как и все что касается горных лыж и сноуборд очень дорогая техника в россии не делается не изготавливается только за рубежом и там есть очень большая сложности что техника изготавливаем в европе как бы до приезжает к нам евро золению к сожалению растет с каждым годом с каждым днем техника становится менее менее доступны но тем не менее она у нас есть мы на ней работаем есть ли детские площадки детская комната да есть площадки для детей есть большая площадка для покрыта резиновым покрытием для занятий спортом для волейбола баскетбола тенниса там же проводят какие-то веселые старты для детей там же у нас наша детская лыжная школа орленок проходит проводить какие-то свои тренировки летом детишки бегают прыгают есть детская комната детская комната внутри нашего комплекса куда можно привести своего ребенка в обычное время мы там не держим никаких воспитателей да но сейчас зимой будем оставлять там специально обычных людей на которые будут заниматься с вашим ребенком так называемый мини-клуб куда можно отдать ребенка как в зарубежных отелях крупных отдали ребенка и дальше папа мамы занимаются чем хотят под присмотром в этом году такой мини-клуб обязательно будет мы ждем этого года как этого сезона как никто наверное да тяжело было в этом году и очень сложно потому что год преподнес ряд очень веселых сюрпризов или не очень веселых сюрпризов это и отсутствие снега и температуры для того чтобы этот снег делать зимой и пандемия до которая тоже сказалась на нас естественно и прочее 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 будем надеяться что все таки те изменения которые ждут на дальнейшем будут уже позитивными негатива в этом году мы хлебнули как распределяются трассы между спортшколой и клиентами как часто закрывают трассам и клиентам ради спорт мероприятий тренировок ну смотрите давайте так поговорю мы закрываем склоны только под соревнования на соревнования проводятся не весь день там какое-то ограниченное количество часов мы стремимся сделать так чтобы соревнования начинались проводиться в то время когда комплекс закрыт еще для всех клиентов и как правило даже если соревнования проводятся это занимает два-три часа от того времени когда комплекс обычное время открыт то есть все остальное время когда вы можете кататься тренировки проходят на склонах совместно со всеми куда то есть они как правило ну редко кому мешают да бывает когда ребят прямо перед соревнованиями приехало много спортсменов нам которые проживают нашем отеле они выставили несколько трасс но мы стараемся сделать так чтобы гости который приехал в отель просто кататься всегда мог найти и место и время для удобного катания стараемся чтобы все были довольны на потому что здесь вечные качели между спортом и туристами спортом и гостями ну надо соблюдать такой паритет потому что и одно и другое крайне важно и одно и другое крайне важно какие-то новогодние мероприятия которые мы будем делать на новый год да мы конечно же готовимся к этому новому году это новый год год который для нас не просто вот да в этом году калуга признана новогодней столице россии мы ждем большого наплыва гостей наплыва и ждем что гости будут приезжать к нам не только в наш отель и просто приезжать в калугу на просто приезжать калугу и в качестве не в качестве основного отдыха выбирать горные лыжи когда качество дополнительного отдыха приходить нам на комплекс проживая в других отелях нашего города приходить к нам и пользоваться нашими услугами мы попытались сделать ряд мероприятий интересных в прошлом году мы допустим сейчас я найду в прошлом году мы сделали такое мероприятие как сноуток да это вот съезд на самодельных санях вот это вот команда как раз из мчс представляющие они сделали сами в виде настоящей пожарной машины съезжали хоккейная команда какой-то великолепная пятерка и вратарь очень интересное мероприятие али то что делает разбулку получилось внезапно просто дали объявление ребят приходите и давайте делайте около 20 команд приняло участие для нас внезапно было в такое такая активность надеемся в этом году повторить и даже переделать этот рекорд куда сделать всего более популярным более массовым более интересным кроме сноутага как бы да то есть мы планируем провести зимние не олимпийские игры для любителей это не спорт в большом понимании этого это скорее развлечение развлечение хобби не для профессиональных спортсменов спортивные игры кроме этого у нас была идея есть такая идея мы я думаю все таки и реализуем при наличии погодных условий как-то пару лет назад мы просто вот с ребятами снеговиками а снеговики это но жаргонное наше обозначение людей которые делают снег да изготавливают его готовят его нашем курорте мы решили сделать слепить большого снеговика да и мы слепили снеговика мы его назвали кваня он был я не помню сейчас точно 7 по моему с половиной метров высотой как бы да огромная такая снежная фигура лепили при помощи тяжелой техники экскаватором куда поднимали снег там что-то потом вёдрами добавляли ну такая очень большая очень большой такой монумент получился да он до самого мая не мог никак расставить кучу снега до самого мандеса ну после маячих праздников только оставила последнее последний снежок вот мы вспомнили это и решили в этом году посмотреть и замахнуться на какие-то рекорды обнаружили что самый большой снеговик который был сделан в россии когда-то был в тверской области он порядка 12 метров был да это намного больше чем те 7 метров которые сделали мы но побеждать и побеждать делать так делать куда то есть решили попробовать изготовить снеговика ростом 20 метров 21 сантиметр что из этого получится пока не знаю похоже на авантюру это далеко от мирового рекорда до мировой рекорд 37 метров штатах делали в восьмом году и 38 метров в альпах повторили в интернете посмотрите почитайте про снеговиков много там всего вот 20 метров 21 сантиметр это то к чему мы стремимся это то что мы будем пробовать это то что мы будем делать сейчас думаем как потому что это технически сложно да это не так просто это затратно будем думать оптимизировать процесс куда я надеюсь что в этом году вы сможете вы сможете сделать уникальное фото с самым большим снеговиком в россии в нашем комплексе в нашем городе искренне надеюсь на то что у нас получится искренне надеюсь потому что многое зависит не от нас если зима будет опять такая же теплая конечно на это тратить силы и время будет очень очень сложно очень сложно но надеемся на лучшее надеемся на хорошую холодную зиму судя по народным приметам очень большой урожай ореха смотрим как ласточки низко летают черемуха зацвела калина вот мне наши старожилы сказали что зима будет лютая орех хорошо плодоносил поэтому ждем холодов ну будем ждать орехи они же не врут орехи они же такие вот какие бронирование мест в отеле уже конечно же вы можете зайти к нам на сайт куда то есть и начать уже бронирование сейчас идут акции сейчас идут скидки перед началом сезона естественно будем запускать скидочные варианты со скипасами традиционно до 3 сезона скипасы можно будет купить с определенными скидками обычно у нас 10 процентов вот готовимся готовимся к зиме готовим сани эти летом лето было сложное но мы его пережили уроки карантина уроки карантина какие уроки мы вынесли из карантина первый и самый страшный урок что никто не застрахован от форс-мажора вот никто ты никак не предугадаешь мы сидели и когда смотрели на то что творится в китае как бы да то что творится в европе но думали ну все понятно но у нас такого не будет мы это по-другому будем все воспринимать но нет пришла проблема и к нам действительно было долгое время закрыт ресторанный комплекс был долгое время закрыт спа-центр бассейн в гостинице можно было селить только командировочных а вы понимаете какое количество командировочных было в этот период поэтому было сложно да но потом началось потом пошло развитие да потом пошло развитие потом мы начали потихонечку наращивать обороты до постепенно снимали ограничения то одно то другое то третье открывалось на квань вновь стала белоснежной сказкой а мы была снежной сказкой превращаемся два раза в год первый раз мы прощаемся в белоснежную сказку зимой да и потом квань становится белый от свадебных платьев невест мы традиционно являемся свадебной площадкой в летний период у нас проходит ну я сейчас вот прям вам точно не скажу но по моему в прошлом году вот позапрошлым году точно мы провели 101 свадьбу на прошлом году что-то вроде этого в этом году чуть меньше ограничение нас коснулись то есть у нас ресторанный комплекс был закрыт и май и июнь здесь по свадьбу проводить не могли но тем не менее достаточно наполнена были июль и август и сентябрь как бы свадебными мероприятиями вот кроме этого у нас есть тропа здоровья на который я не сказал до этого да мы разработали сделали тропу здоровья куда для всех людей которые просто любят здоровый образ жизни любят ходить с палками на скандинавская ходьба бегать просто ходить по природе по пересеченной местности по пересеченной местности сделали так чтобы были трассы и для новичков да то есть с какими-то лайтовыми подъемами змейки и для спортсменов серьезных с крутыми подъемами в гору под углом 45 градусов очень сильно нагрузку на ноги вот так что так что вот такое новшество у нас тоже было введено так есть ли комиссия для турфирм да вы можете связаться с нашими менеджерами когда то есть и вам подскажут все те условия которые есть для турфирм для туроператоров турагентств для всех наших коллег с которыми мы работаем совместно очень многие считают что горнолыжный комплекс это только для богатых это только для тех людей которые вот у них уже есть жизни все и поэтому только вот ассоциации горнолыжный комплекс и куршавель какой-то ну это далеко и давно уже не так горнолыжный спорт и зимние развлечения они доступны для многих когда начиная от банального там тюбинга развлечения которым могут принять участие все большие надувные сани до максимально безопасные у нас этом году будет пять трасс для тюбинга у нас есть порядка возможность порядка там 40-50 тюбов одновременно выдавать чтобы люди катались мало мешая друг другу будем ждать для того чтобы научиться кататься на горных лыжах есть большой комплекс инструкторов да мы каждый год проводим обучение в школе инструкторов из национальной лиги инструкторов нам приезжают учителя из москвы из москвы из камчатки откуда они там приведут своих старших инструкторов куда проводится обучение проводится инструктаж и ребята выходят на склоны порядка 35 40 человек ежегодно у нас инструкторской школе наши есть соответственно не смогут научить кататься любого от ребенка минимальный возраст который мы берем там ну три-четыре года вот это вот самые маленькие дети которых мы обучали которых я помню хотя нет небольшая предыстория пару лет назад стоял на склоне и видел что приехала семья папа мама и ребенок да то есть и папа пытается кататься с ребенком на лыжах а я вижу что он явно маленький я вижу что я ему явно нету трех лет я уж не выдержал подошел к бы сказал представился сказал просто простите но не могу уже ну сколько вам лет как вот вы вот с ребенком сейчас вот вы его держите за подмышкой катаетесь но он же явно маленький явно еще ничего не понимает как будто говорит ну да да вот полтора года год и шесть год и девять прошу прощения год и девять мы катаемся вот сейчас пытаемся мы хотим чтобы он с детства как бы воспринял эту атмосферу вот и шесть это наверное рекорд они будут ну нет это не рекорд вот рекорд у нас был в прошлом году когда мы его первый раз в восемь месяцев поставили на горные лыжи куда-то си поехали с ним 8 месяцев вы представляете ребенка я не знаю как они его там крепили к лыжам как они все это делали но тем не менее такие нюансы тоже случаются да вот такой случай забавные жизни рассказал до немного отвлекся от уроков карантина никто не застрахован от пандемии и здесь надо искать новые возможности здесь надо начинать включать голову и думать думать что сделать как сделать чтобы сэкономить мы предприняли очень много шагов от популярных до непопулярных до нам удалось сохранить коллектив нам удалось сохранить команду удалось пройти через вот этот вот сложный период он сложный был экономический капитат все организационно нам было сложно но мы все-таки не остановились мы работали мы сохранили команду и мы с уверенностью введем в то что нас ждет да то что нас ждет соответственно ждет нас сезон сезон будет интересным искренне надеемся что он будет длинным да не как в прошлом году два месяца хотя бы месяца 4 хотя бы вместе 4 ждем что он будет наполнен событиями мы постараемся сделать все возможное чтобы эти события вас радовали приезжайте смотрите горнолыжный комплекс центральной россии который каждую зиму есть снег этой зимой мы работали несмотря на сложные погодные условия мы работали пускай не всеми склонами пускай не в полном объеме но тем не менее мы были один из немногих курортов ну наверно здесь вот центральной россии возьмем там сто курортов наверно один из половины который полноценно работал на налажículo просто не открылись или открылись закрылись и больше не открылась и один из наверно 10 курортов который вообще не закрывался вообще не закрывался Ну, там, по крайней мере, в 2020 году не закрывался, да, там мы в декабре небольшую паузу сделали, но с 1 января, да, мы до окончания сезона так и не закрылись, хотя не всегда это было экономически выгодно. Да, вот, в общем-то, на этой, наверное, позитивной и приятной ноте я хотелось бы попрощаться с вами, да, сказать вам огромное спасибо за внимание, надеюсь, рассказал что-то полезное, что-то интересное, знайте, что есть город Калуга, знайте, что в Калуге есть, нету гор, но есть горнолыжный комплекс, который ждет вас всегда, который, особенно этой зимой, особенно этой зимой, когда мы являемся новогодней столицей. Очень надеюсь, что мы с вами встретимся, при любой встрече готов ответить на все ваши вопросы, если что, мой телефон, ну, телефончик комплекса вы видите на каждом слайде, да, мой прямой телефон 8 920 610 80 80, можно звонить практически в любое время, директор комплекса никогда не спит и всегда готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо огромное, наверное, до свидания.